Самара готовится отметить важную дату в истории города. Столетие со дня рождения Виктора Петровича Земица. 20 лет он возглавлял Куйбышевский авиационный завод и за это время успел создать многое из того, что определяет современный облик Самары. Его называют знаковой фигурой в развитии послевоенного Куйбышева. Каким его запомнили коллеги, а каким он был лишь наедине с самыми близкими. Репортаж Владислава Жирнова. Нина Павловна Земиц к любимому пианино не подходила уже более 20 лет. Музыкальный инструмент умолк в 92-м, когда скончался супруг. Виктор Петрович любил слушать, как жена музицирует. Он вообще ценил хорошую музыку, умную книгу, душевное общество и сам был душой компании. Шутки у него были остроумные. Любил рассказывать в обществе, когда собирались гости. Это было первое лицо за столом, потому что анекдоты из него сыпались. Но он сказал, анекдоты рассказывали, но только не политические. Политические не слушаю и не рассказываю. И еще не любил Виктор Петрович излишней публичности. Когда нужно было выступать перед аудиторией, всегда волновался и пил успокоительные. Совершенно не тщеславный человек, он просил не упоминать его имени. В титрах киноленты Евгения Матвеева особо важное задание, хотя был одним из главных консультантов съемочной группы. Скромный в быту и дома, он оставался таким же и на производстве. Проработавший с ним бок о бок не один год Олег Анатолий Щермолов, бывший главный специалист Куйбшевского авиационного завода, вспоминает о своем руководителе с неизменной теплотой. Он был по характеру жесткий, но справедливый. Вот одновременно трудно совместить, справедливый. И обладал полностью необходимыми, исключительными знаниями, как в плановом, построение плана, как инженерное и так далее и тому подобное. Он сумел мобилизовать трудовой коллектив на производство новых образцов авиатехники. В течение буквально нескольких месяцев в цехах завода создали первый Ту-154, после чего началось серийное производство этих самолетов. Время, когда Виктор Петрович Земец был директором авиационного завода, это годы грандиозного строительства в Куйбышеве, благоустройства, социально-культурного подъема. Он один из создателей монумента славы, дворца спорта на Безымянке, инициатор установки легендарного ИЛ-2 на пресечении Московского шоссе с проспектом Кирова. Такая работа не могла не остаться в памяти нескольких поколений самарцев. Земец, насколько я знаю, это бывший директор компании Авиакор. Также, насколько я знаю, построил дворец спорта в промышленном районе. На площади Стелл возьмел, насколько я знаю, тоже его работа. Ну, вообще, много сделал для Самары. Наверное, Безымянку все построил, вот, жильем обеспечил. Пятиэтажки хорошие построили, центральные улицы. Вообще, управленческие городу, он, а земцы знают, кто там жил, работал. Самара не забыла человека, который сделал так много для развития областного центра. Улица, где находится предприятие, которому Виктор Земец отдал лучшие годы своей жизни, теперь носит его имя. Говорят, что человек живет до тех пор, пока живо то дело, которому он посвятил всю свою жизнь. В этом смысле Виктор Земец имеет шанс на бессмертие. Владислав Жирнов, Александр Дудко, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии.